Ну что, подписал на два года с Хаморби. Впечатления? Впечатления хорошие. Приятно вернуться в свой любимый клуб Швеции. Впечатления просто. Как милье, то есть атмосфера коллектива? Вообще, сам я не знаю, где я не был, в Швеции или в России. Венесей хороший коллектив, но здесь, я думаю, даже скажем, что он чуть лучше. Самый лучший коллектив, где я играл всех команд. Скажем, здесь и Венесей. Понятно, два клуба, которые связывают его непосредственно. Отношения с коллегами, с ребятами, с командой. Как вообще, мне просто интересно, я никогда не был, я был в российских клубах внутри, был в раздевалках, на сборах, непосредственно видел, как работает тренер, как общается. Все тут именно внутреннюю кухню, но российского хоккея с мячом. Как оно проходит, мне интересно, в Швеции, а именно в Баяне, в Хамарби Банди. Все углы 90 или у вас шутки? Мне это очень интересно. Как? У нас, конечно, очень много шуток. Мы вообще просто относимся друг к другу. Все уважают друг друга, без равенства 18 лет или 30 лет. Как бы, в одном плане, как бы у нас все равны без равенства, играешь-то в сборной или нет. Все друг друга уважают и, как сказать, они или мы хотим, чтобы у каждого игрока получилось, как бы, показать себя с самой лучшей стороны, своих лучших качеств. Так, такая атмосфера. И, конечно, очень-очень все ребята хотят выиграть, каждую тренировку, каждую группу тренировочную. Все время выиграть, выиграть, выиграть – это самое главное. И когда такая атмосфера создается, это просто супер. Бывает такое, что кто-нибудь звездочку поймал, там зазвездился, забил красивый гол или там вся игра была, в принципе, был связующим звеном, принес очки своей команде и после этого поднял нос, как у нас говорят. Бывает такое? Ну вот, сколько я здесь был, как бы и сейчас вернулся в Хаммерби, у нас нет таких игроков, так что я не замечал это вообще. Здесь, что перебил, допустим, Златом в последнее время, вот как, понятно, да, это звезда мирового уровня, много достиг, практически всего достиг и позволяет себе уже через что многое, мое личное мнение, хотя он мне очень импонирует, как бог, но вот у вас в команде такого не замечалось? У нас такое не замечалось, и вот то, что как бы вот наша самая сильная сторона, что у нас этого нет. Как бы из этого, я думаю, мы… То есть профессиональный подход к работе? Да. К тренировкам? Да, это самый главный момент, и для этого, думаю, самая наша, как я сказал, сильная сторона, одна из сильных. И я думаю, это нас и выведет на тот путь, куда мы стремимся, и к той цели, которую мы поставим перед сезоном. Ни пуха ни пера, конечно же. О сезоне 2015-2016. Очень неблагодарное дело. Прогнозы. С кем, по мнению, Миш будет сложно играть? На самом деле сложно? И с какими командами? И по каким причинам, если это возможно? Нет, ну, конечно, очень классные команды, как Сандвикин, Вестерлосс, Вилла. Я думаю, вот эти вместе с нами, то я считаю, четыре лучшие команды в Вилле. И как бы… Ну, поэш, первое место? Ну, не знаю, первое, второе или третье. Ну, в четверке мы точно как бы… Ну, равные команды, это четыре. Потом Болна, Съездбан, они, я считаю, может, чуть-чуть под нами. Венисборг набирает вот тоже. Угу. Ну, там есть, конечно… Вот эти команды, я считаю, там вот эта восьмерка, как бы, очень сильная. Ну, а играть везде тяжело как бы. Я думаю, не будет проходных игр там вообще. Нигде. Новичок, который попал в элитсерию Гриппа, что о нем можно сказать? Ну, это, что сказать, там я проиграл больше часть из моей карьеры. Интересный новичок, у них как бы задача остаться Суперлига Шведская. Ну, я думаю, у них это получится. Жалеть не будешь? Ну, я за ними смотрю, конечно. Ну, конечно, я хотел бы, чтобы они остались, играли там в Суперлиги. Хорошо, давай вернемся в Россию. Определенное время я провел в Россию, в Лиановской Волге. Общие впечатления, общее впечатление о городе, об непосредственно инфраструктуре. Как? Хочется многое спросить, но проще будет, если расскажешь немного сам. Как оно было? По сравнению, допустим, если… Все поздается в сравнении. Сравниваем Швеция и Россия. Волга, Хаммер бьет. Ну, если просто по игре или по команде, как бы сравнивать его к Ухаммеру, это, как бы, я думаю, неправильно, потому что Ухаммер – это немного сильней команды, как бы, и это будет неправильно. Ну, сам Ульяновск – это, как бы, интересный город, конечно, который старается развиваться. Я бы сказал, маленький город, но… Я почему много подобных вопросов из них перебил. Я ни разу там не был. И очень хочу побывать, конечно, на предстоящем чемпионате мира. Ну, вот сейчас ты поедешь на чемпионат мира, планирую. Ну, вот, может быть, я думаю, тебе удастся увидеть Ленина там живого. До сих пор ходит там по улицам, там, по набережной, там… Так что, может, тебе удастся? Не, ну, я считаю, надо съездить, там есть интересная история. Сильно отличается культура, непосредственно, вот, в клубе здесь и в самой Волге? Ну, конечно, как бы, клуб тут, Хаммер, бесформирован, сильный клуб, как бы, организация еще. В Волге получилось так, что, когда мы туда приехали, я туда приехал, там, первый год отыграли, потом этот клуб закрылся, по 15 причинам, как бы, открылся новый клуб, новая организация, новые, там, люди, туда-сюда, как бы, и, конечно, это время надо, чтобы построить новый клуб, новые, все, заново, как бы, я думаю, у них это получится, но это займет время. Я думаю, все нормально будет у Ленинска, все время. Культура боления. Болельщики, берем Байон Фэнс, именно, болельщики, культура боления в Швеции и в России. Ну, Байон Фэнс, как бы, это, учитывая, что это, конечно же, огромнейшая просто структура. Ну, это огромнейшая организация Байон Фэнс, не только хоккей, там, футбол, гамбол. Ну, у меня суперфакс, как бы сказать, они болеют за команду в любом, проигрываешь ты, выигрываешь, они всегда рядом, они когда-никогда там не будут, как бы, гноить своих игроков или своей команды. Так, как иногда, получается, было, как сказать, в Ульяновске, там, я так считаю, что болельщики не совсем были. Я заходил регулярно, почитывал форум. Не совсем были, как бы, на стороне команды, как они должны быть, когда команда не играла так, как они хотели, как бы, они не были, там, именно теми болельщиками, которые должны быть. Забиваешь, тебя носят на руках, проиграл, тебя втапывает грязь. Подобная ситуация или же все-таки я перебарщиваю? Ну, я, честно говоря, даже не знаю, так, может, конечно, ты перебарщиваешь, но там отношение болельщиков с маленько другое, как бы, я считаю, там есть над чем работать, чтобы болельщики полюбили свою команду. Есть там, конечно, не то, что там все, ты говоришь, там, эта часть просто, которая пытается, там, наоборот, против. Ну да, потому что мы видим буквально ту поверхность, которая, в принципе, в интернете, в основном, ведь есть. Есть, там супер болельщики есть, которые любят команду, ходят, болеют, там очень много хороших людей, которые болеют со своей командой. В общем, не надо, я не хочу, чтобы там скажут, что там плохие болельщики есть часть, которая, наоборот, как бы, чем больше ты парируешь, тем больше он радостно на душе, как бы, это не болельщики, это просто люди, которые, не знаю, которые не должны быть, да, с командой, считай, болельщики. Более выбрать другой вид спорта, заниматься другими делами вообще. Ясно. Сейчас буквально через два часа предстоит тренировочная игра. Да, с Груббэгом сейчас мы будем играть, да, сейчас мы потренировались два часа. А соперники можно пару слов? С Груббэгом интересная команда, они 10 лет подряд играют в плей-оффе, как бы, они всегда выходят в плей-оффе. Серьезная команда. Ну, я думаю, мы с ними поболимся сегодня. Ни пуха, ни пират. Все. Да хорошо.